Упавшая сосна едва не стала причиной трагедии. Дерево рухнуло прямо посреди детской площадки. Кто не уследил, коммунальщики или лесхоз, выяснил городской дозор. Эта сосна, не устоявшая под порывами ветра, едва не стала причиной трагедии. Дерево рухнуло прямо посреди детской площадки. На этой площадке всегда многолюдно. Поиграть сюда приходят дети со всех окрестных домов. Поэтому, когда случился лесоповал, только чудом никто не пострадал. Она как раз на горку упала. Мы на ней катаемся очень много, на такой горке. Поэтому страшно, конечно. Хорошо, что ветер был, он всех разогнал. Мы не попали сюда. Слава Богу, что так. Сосна не зацепила ни одной конструкции. Но первое время дети обходили площадку стороной. Жители предполагают, что дерево повалил не только ветер. Рядом с ней недавно проложили пешеходную дорожку. Они очень осторожно старались обходить сосну. Да там и видно по кладке, которая сделана, когда тротуар выполняли. Но, видимо, недостаточно хорошо, что сосна упала. Нашлись и такие, кто прямо говорит, корни у сосны подрезаны. Они ведь растут не вглубь, а вширь. Управляющие компании не исключают, что их могли повредить. Но если дерево попадает в зону благоустройства, за ним должен присматривать лесхоз, как собственник зеленых насаждений. Коммунальщики обещают в ближайшее время освободить детскую площадку от сосны. Его уберут до праздника. Вот сегодня уже там приступили, создали бригаду, которую убирать. Обещали сегодня к вечеру, но я боюсь, что они сегодня уже не успеют. То есть его ликвидируют, потому что его надо с техникой просто вывезти. До 9 мая его уберут. Кроме того, коммунальщики намерены обратиться к лесхозу с просьбой провести обследование остальных сосен на придомовой территории. Это позволит избежать самостоятельного падения деревьев в будущем. Юрий Шумков, Антон Римонов, Городской дозор.